В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня юрист-консульт МВД России Паризанской области Оксана Аборина. Оксана, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли за последнее время в законе Российской Федерации? В июле 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на изменения и дополнения как Уголовного кодекса, так и Кодекса об административных правонарушениях. Что нового появилось в Уголовном кодексе? В Уголовном кодексе появилась новая мера административного наказания, как судебный штраф. Что это такое? Поясните. Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности. В случае неуплаты судебного штрафа человек будет нести ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса. Как судебный штраф определяется? Поясните, пожалуйста. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, а также с учетом возможности получения лицом заработной платы. Скажите, какие еще изменения, может быть, произошли в Уголовном кодексе за это время? Установлена уголовная ответственность за совершение за пределами Российской Федерации международного терроризма против Российской Федерации. Также введена новая норма как несообщение о преступлении. Данная норма будет касаться несообщения о преступлении, касающейся террористической деятельности, а также захвата заложников, организации незаконного вооруженного формирования, акт международного терроризма. Если несообщение по данной норме, штраф будет назначаться либо штраф, либо лишение свободы до одного года. Также по данным нормам уголовная ответственность будет начинаться с 14-летнего возраста. В Уголовный кодекс внесены изменения, касающиеся ужесточения ответственности за незаконную миграцию. Раньше был административный штраф, теперь это только лишение свободы. Также в Уголовном кодексе изменился в преступлениях, связанных с кражей, это статья 158, изменился значительный ущерб, который теперь не может составлять менее 5000 рублей. Крупный ущерб сейчас будет превышать 250 тысяч рублей, а особо крупный 1 миллион рублей. Также ужесточена уголовная ответственность за коммерческий подкуп, получение взятки. Теперь в Уголовном кодексе внесены изменения, позволяющие признавать преступления в случае, когда деньги, ценные бумаги, передаются или услуги оказываются не самому должностному лицу, а по его указанию другому физическому или юридическому лицу. Оксана, мы знаем, что в Управлении Министерства внутренних дел в Рязанском, в местном, можно получить бесплатную юридическую помощь. Как ее можно получить? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Данную юридическую помощь оказывают юрисконсульты правового отдела ОМВД России по Рязанской области. Она оказывается каждый второй и четвертый четверг месяца с 15 до 17 часов в приемной ОМВД России по Рязанской области. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте ОМВД России по Рязанской области. Насколько популярностью пользуется у рязанцев такая бесплатная юридическая помощь? Вчера к нам приходило три гражданина за данной помощью. Граждане записываются по телефону, приходят, их консультируют по разным вопросам, не только связанным с полицией, и помогают понять, как квалифицировать закон. А можно ли сказать или провести какую-либо статистику, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане? Такого сказать нельзя, потому что граждане обращаются по разным вопросам. Некоторые касающиеся снятия судимости, другие обращаются, чтобы понять, предусмотрена ли за правонарушение уголовная ответственность за преступление. Также административная. Граждане просят разъяснить тот или иной закон. Также каждую последнюю пятницу месяца в библиотеке имени Горького совместно с ассоциацией юристов, юрист-консультами ОВД России и Паризанской области оказывается бесплатная юридическая помощь, на которую также все желающие могут прийти, и будет оказана квалифицированная юридическая помощь нашими сотрудниками. Оксана, скажите, пожалуйста, изменился ли порядок привлечения к ответственности за неуплату алиментов? Владимир Путин подписал закон на внесение изменений в Коап РФ. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен новой статьей. Она называется как «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также аналогичные изменения внесены в Уголовный кодекс. Теперь граждан будут привлекать по уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если данные деяния были совершены неоднократно. Какие изменения в плане хищений? Коап РФ дополняют также новыми статьями. Это мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1 тысячи рублей. И мелкое хищение чужого имущества более 1 тысячи рублей, но не менее 2,5 тысяч рублей. А за мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым уже административной ответственности за хищение, введена уголовная ответственность. Спасибо вам большое за разъяснение ситуации. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня Оксана Аборина, юрист-консульт правового отдела МВД России Паризанской области. Благодарим вас за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова